Заместитель главы администрации города Владимира Привалова принудительно вызвали на допрос Следственный комитет в среду 27 мая. Допрос чиновника связан с расследованием уголовного дела ОАО ТЭК-НН. Напомню, еще в феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы городской администрации Олега Кондрашова за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следователей, теплоснабжающая компания ТЭК-НН в конце прошлого года была продана по заниженной цене. Покупателю организации обошлась сумма 53 миллиона рублей. Это на 3 миллиона выше стартовой цены. В прокуратуре пришли к выводу, что изначально стоимость предприятия была занижена как минимум в 6 раз. В ходе расследования уже были арестованы глава оценочной компании Владимир Козлов и заместитель директора Департамента экономики администрации Нижнего Новгорода Вадим Крайнов. Очередного подозреваемого заместителя главы городской администрации Владимира Привалова также подозревают злоупотребление должностными полномочиями. Как считают исследователи, причастны к продаже в 2014 году акции ОАО ТЭК-НН по заниженной стоимости и причинению ущерба в бюджете областного центра. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избор на меры пресечения. В настоящее время исследователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Также в среду на заседании городской думы депутаты фракции КПРФ предложили рассмотреть вопрос об отставке главы городадминистрации Олега Кондрашова. Но предложение отклонили, так как вопрос был внесен с нарушениями и не соответствовал регламенту. Большинство депутатов отметили, что вносить такое важное обращение от горожан на рассмотрение думы нужно только после обсуждения его комиссиями, чего сделано не было. Зато подобную инициативу поддержали активисты-защитники ИП «Каргин». Рано утром они провели одиночные пикеты за отставку городоначальника.